Эта история повергла в шок даже бывалых следователей и оперативников. Обычный водитель охмурил 40-летнюю Юлию и ее дочь Марию одновременно. Сперва он женился на Юлии, а уже потом на своей пачерице. В итоге молодая девушка родила ему двух деток, но тут он неожиданно решил вернуться к ее матери. Когда молодая жена попыталась его остановить, он ее задушил. В 2017 году Маше было 15 лет, однажды она пропала из дома. К исчезновению подростка подключилась полиция. И вскоре беглянку нашли. Оказалось, что она сбежала с тем самым водителем Александром. Девушка тогда еще не достигла 16 лет, поэтому на Александра возбудили уголовное дело за близость с несовершеннолетней. Маша убегала из дома с 12 лет, ее всегда искали с полицией, рассказала мать девушки Юлия. На Александра завели дело, я общалась с ним через адвоката. Потом прошел суд, в колонию его отправлять не стали. И в итоге фокус с дочерью он переместил на меня, стал за мной ухаживать. Я была не против и уже в 2018 году мы с ним поженились. Но ровно через год Юлия узнала, что ее дочь беременна. Девушка поначалу говорила, что отец будущего ребенка и ее приятель. Но на восьмом месяце беременности выяснялось, что отец ребенка, тот самый Александр, с которым она сбегала от матери. В 2019 году, когда я узнала, кто отец ребенка, мы с Сашей развелись, продолжает Юлия. Маша родила сына, но бросила его, оставив жить со мной. Вместе с Сашей они стали жить отдельно от меня, а я воспитывала их ребенка. В 2020 году Саша поженился, уже на моей дочери. Она забеременела от него второй раз. Они жили втроем Саша, моя дочка и их малыш. Первого их сына воспитывала я одна, рассказывает Юлия. Позже в счастливой молодой семье начался разлад, и Александр ушел от своей жены и вернулся к ее матери. Я понимала, что он хочет возобновить отношения со мной, продолжает Юлия. С моей дочкой у них в последнее время были скандалы. А я воспитывала его первого ребенка, поэтому он вернулся жить ко мне. Я сказала дочери, чтобы она разводилась с ним. И даже сама от ее имени отнесла документы на развод. Но она не спешила. Он ей все время звонил и просил разрешения увидеть младшего сына. А она требовала от него деньги, хотя он и так обеспечивал детей. В один из дней Александр снова поехал, чтобы увидеться со своим младшим сыном. Тогда и разыгралась трагедия. Мужчина задушил молодую жену, а после, как ни в чем не бывало, вернулся жить к ее матери со своим младшим ребенком. В день предполагаемого убийства я разговаривала с дочкой, я знала, что они поругались, но из-за чего, она мне не сказала, делится Юлия. После случившегося Саша сильно изменился. Нервничал постоянно, стал много пить, ругался со мной, не ночевал дома. Что касается дочери, я думала, что она пропала. Сама Юлия следователям сказала, что знала о том, что дочь убита, и даже ездила с Александром закапывать ее тело, но позже отказалась от своих слов. Мать убитой рассказала, что он ее убил, потому что она его окончательно довела. Она у меня была хулиганкой, стояла на учете в полиции. Были одни проблемы с ней. Маша испортила много крови всем. За детьми своими она не смотрела, не ухаживала. Сейчас обоих ее сыновей воспитываю я, а Сашу будут судить за ее убийство, поделилась мать. По словам Юлии, с Александром она не планирует жить после его освобождения. Она будет воспитывать его детей, своих внуков.